Здравия желаю, товарищи игроманы всех мастей! С вами Командор Вэлл. Как и обещал, даю инструкцию, конечно же, неполную, для привлечения кошака к ответственности. Ну, то есть некого Total War Kakis. Ну, вот этот вот пингвин, который сейчас на вашем экране. И все дальнейшие упоминания о семействе кошачьих считать как обращение к этому посаду. Иными словами, подразумевается он. Плюс в этом ролике будет говориться об авторском праве и праве вообще. Ну и не все же осилят вот этот вот ролик на два с половиной часа. Так что это некое сжатое изложение, конечно же, неполное. Начну с самого главного. Мои юридические услуги по привлечению кошака к ответственности для вас будут абсолютно бесплатными. Обращайтесь. Но для начала посмотрите ролик этот, ролик, целиком. Итак, в первую очередь я хочу привлечь его по авторскому праву. Ну, чтоб в том числе закрыть его канал. Где он оскорбляет всех, крича, что мы все говно-стратеги. А значит, он крут. Тем более война со всеми. Это так сложно. Гораздо сложнее, чем обычная война. Хотя создателями игры такая ботва не задумана. То есть там нужен свой игровой баланс. И менять всю механику игры. Да и тем более комп может на твой фронт забить. И идти в другую сторону. А ты втихушку отбираешь провинции. Пока его 3-4 стека находятся в другом конце карты. Думаете, такого не бывает? Угу. Аж 20 раз. Скоро увидите воочию. В том числе, как я, вычисляю, где сейчас они идут. Чисто через дипломатию. Но война всем, конечно же, объявлена. Но не суть важно. Короче, понятно, да? Товарищи говно-стратеги. Если что, я тоже говно-стратег. Так что я оскорбляю сам себя. Так вот, объясняю вам, что каждый ваш коммент является вашим контентом, защищенный авторским правом. И если кошак использовал ваши комменты в своих видео и не указал ваше авторство и ссылку на первоисточник, то это нарушение ваших авторских прав. И за это можно накатить страйк. Это, конечно же, очень формальное привлечение. И на грани фола, тупо по букве закона, мне даже самому это не очень нравится. Небо порой доходит до абсурда. Но знаете, бывают дела, когда человек виновен, а привлечь не за что. Ну вот нет доказательств. Хотя все прекрасно знают, что он виновен. И как в таком случае некоторых мафиози привлекают? Чисто по налогам. Потому что по другим вещам они, типа, чистые. Ну вот мы сделаем то же самое. Далее. Если есть вырезки с вашего канала, звук, скриншот вашей игры с вашего канала, и там нет ссылки на вас, то это почти что гарантированный страйк и нарушение ваших авторских прав. Иск на 10 тысяч рублей. А еще можно административную ответственность впаять. Если же ссылка на вас есть, в том числе вы указаны автором, то хочу вас обрадовать. Авторское право очень ковардное, если не знать нюансов. Так что даже это не спасет от ответственности. Но тут будет уже сложнее. И шанс гораздо ниже. Но я буду очень мелочным. И придираться очень жестко. И да, если даже полсекунды длится любой фрагмент, то это нарушение авторских прав. И нужно четко в этом фрагменте указывать авторство. Или можно докопаться. Каждая цитата, у нас это так называется, должна быть подписана. Цитата. И чье это? Прямо как в дипломной работе. Ага. Или это нарушение авторских прав. Заметьте, я это стараюсь соблюдать. И не из-за того, что я боюсь наказания. Тем более, меня засудить будет очень сложно. Я ведь знаю систему. И как сделать из судебных тяжб натуральный ад. Суд это тоже стратегия. И можно выиграть, казалось бы, даже в проигрышном деле. Есть такие варианты. Но это требует большого упорства. Чего, кстати говоря, у меня в достатке. Но, по большому счету, я стараюсь соблюдать это. Потому, что это в некоторой степени будет нечестным. С кому не издить ваш контент. В особенности, если понимать, что такое покадровая анимация. И как производится аниме. Ибо каждый кадр там рисуется вручную. Представляете, сколько это работы. Я это прекрасно понимаю. Ибо делал нечто подобное. Покадровую анимацию. Адский труд. Поэтому натаскал себя работать по закону. Хотя изначально плевался. Потому, что отнимает кучу времени. На оформление. А вам, по большому счету, не холодно. Мне не жарко. Но, в принципе, надо стараться уважать ваш творческий труд. Хотя, там есть еще куча подводных камней и нюансов. Но эта тема не сегодняшнего дня. Далее. Оскорбление. К сожалению, декриминализированная статья на момент публикации видео. И, по большому счету, слабые штрафы. Но зато можно будет на основании административок, а эпизодов там дофига, закрыть канал за нарушение правил сообщества. Как вам такая фигня? Да и, в принципе, это тоже своего рода черная метка. Думаете, в специальных базах потом это не числится? Ага. И ни на что не влияет. Конечно, конечно. Единственная проблема, тут сложный состав. Ну, точнее, сложно доказать вину. Потому, что нужно четкое указание, кого оскорбляют и кто это делал. Но вот тут яркий пример. Как кошак зафейлился по-крупному, четко указав, кого он оскорбляет, подписавшись от имени своего канала. Лицо, которое известно. Хотя, с некоторой стороны, можно его похвалить. Но только в том случае, если он реально пытался, не скрываясь, выражать свое мнение. Хоть и не в пристойной форме. Но я не думаю, что он просто не пытался удовлетворить свое эго. И тупо не подумал, а что если он нарвется на такого, как я? И что нужно отвечать за свои слова и уметь извиняться перед каждым человеком. Если он явно этого заслуживает. И ты это заметил. Я это соблюдаю. И жесток к себе. Вот пример. Мне стыдно за него. Но я не буду прятаться и говорить, что такого не было. И я не побежал удалять свой позор. Да, я неправильно понял человека на момент написания коммента. И осознав это, в режиме надзора, извинился перед человеком. Благо, он понимающий. Но моей вины это не умаляет. Однако я тоже человек. Я тоже ошибаюсь. Но моей вины это не умаляет. Хотя, там, конечно же, особые обстоятельства. Да и человек был понимающим. Но это не безусловное оправдание. Хоть и частичное. Шо еще? 146-я УК РФ. Тоже авторское право. Что очень хотелось бы применить. Но нужно найти нарушение на 100 косарей. И у нас уголовочка. Желательно найти видосики, где есть куча просмотров. Минимальный порог будем считать как более 100 тысяч просмотров. Ну или около того. Где есть нарушение авторских прав. Абсолютно любое. И можно претендовать на эту статью. Между прочим, кошак любит киша и прочее звуковое сопровождение. В том числе пародии. Если это пародия, а не переработка. Или использование чужих нот. Это разные правомочия. Можете мне о таком тоже докладывать. В особенности, если группа русская. Потому что можно будет к российскому авторскому сообществу обратиться. И от их имени бесплатно защищать авторские права этих контор и музыкантов. Им это выгодно. Что они типа работают. Им не выгодно. Потому что у меня есть особая цель. Между прочим, если вы думаете, что ваша партнерка предоставляет вам лицензионную музыку. Даже если это и правда так. И вы непривлекаемы. Ага. Да пять раз налево. Там нужно правильно заключить договор. И еще куча нюансов. Или это пиратство. Ого. Все очень сложно. Между прочим, кошак. Че думаешь, задний фон не охраняется авторским правом? Да фиг вам. Сериал «Солдаты» привлекли по авторскому праву. За обложку книги Анна Каренина. Текст которой уже общественное достояние. И не охраняется авторским правом. Вот так вот. В принципе, на этом базовый курс антикошачьей коалиции окончен. А еще определенные нюансы скажу. По нарушению авторских прав или оскорблению вас, да и в принципе на любую подобную тему против кошака, ко мне лучше всего обращаться напрямую через личную переписку. Вконтакте, Телеграм или что хотите, что есть у меня. Средства связи обозначены на канале. Обязательно предоставляйте доказательства и ссылки, ну а также тайм-коды или прочую вспомогательную информацию. Но прежде, чем мне их кидать, вы для начала обратитесь ко мне и поговорите, чтобы я точно мог понять, что вы не бот. А самое главное, убедитесь, что переписка личная, то есть тайная. И вы не зашли в группу. Потому что в Ютубе комменты публичные, а следовательно, противоположная сторона, то есть кошак и прочие, могут успеть уничтожить доказательства. А это нам, конечно же, не нужно. В другом ролике объясню, как нужно крамотно оформить доказательства наличия таких видео или комментов в какой-либо промежуток времени, что они существовали и были именно на этом канале, что потом это видео можно было использовать в качестве доказательств его вины. Далее. Когда будете ко мне обращаться, не забудьте сказать ваш статус. Вы правообладатель отрывка или же иного объекта авторского права, или же просто заинтересованное лицо и всякое такое. Но в принципе, я и так эту информацию у вас уточню. Между прочим, я тут подумал, наверное, нужно объяснить, как авторское право возникает. Как только вы что-либо создали при помощи творческого труда, как и я это понимаю, под творческим трудом, что-либо создали своим мозгом, плюс руки. В том числе, тупо засняли видеоролик, то все. Вы уже автор произведения. И оно защищается авторским правом. Единственная проблема. Вы должны доказать, что вы первоначальный автор произведения, и у вас есть соответствующие права. Вот это уже и сложно. Но, к примеру, в Ютубе четко фиксируется дата заливки. А следовательно, по умолчанию, кто перее, того и тапки. Но это тоже можно оспорить. Однако сейчас у нас идет краткий курс. Шо еще? Если вы найдете иные составы нарушений на его канале, хотя, мне кажется, вышеперечисленного будет достаточно, но я не против поработать и в других направлениях. А следовательно, можете мне о них рассказывать. Далее. Мне нужна информационная поддержка от любого лица. Если вы знаете, на кого кошак наезжал, через комменты, как я уже говорил ранее, через создание коричневого пиара и прочих подобных видео, в особенности, если он наезжал на авторов каналов, потому что с ними будет проще связаться, то пишите мне о таких случаях. Я свяжусь с ними и подскажу, как они могут отомстить кошаку. Либо напишите им сами, чтобы они связались со мной. А лучше оба действия. Очень желательно, чтобы кошак им посвятил видео. Или же коммент. Ну и тогда все. Тем более сроки по таким делам бессрочные. Даже если он это сделал в 2014 году, все равно я смогу его привлечь. Скорее всего. Даже просто негативное упоминание в стриме в отношении конкретного лица, которое можно установить с оскорблением. Можно присылать мне на анализ. Ребят, надо сделать так, чтобы каждая жертва его злодеяний знала, что настал час возмездия. Не, все же видели мое видео. И обладают соответствующей информацией. Так что нужно наладить коммуникацию. И всех вас я попрошу помочь мне в этом... Нелегком деле. Тем более я не смогу в одиночку, ну точнее с небольшой группой хашишинов, осилить уже почти что 7 лет его деятельности. Также напоминаю, что скорее всего, в особенности это касается авторов каналов, придется идти в суд. Ездить в наш великий город, конечно же, не понадобится. Сейчас можно судиться через систему видеоконференцсвязи. Так что далеко ехать не придется. Плюс нужно будет написать мне доверенность на ведение дела. Но можете вести его сами, если мне не доверяете. Абсолютно ваше право. Однако я могу вас проинструктировать и консультировать. В принципе, там, скорее всего, все будет очень банальным. 3-4 доказательства, небольшая болтология, и, скорее всего, все будет плевать, что вы там скажете, даже если понесете полную ересь. Но главное, это грамотные доказательства. Ну и, конечно же, правильно заявленный иск. И решение, скорее всего, будет в вашу пользу. Возможно, судебную систему использовать не понадобится. И от вас достаточно будет просто кидать страйк за нарушение ваших авторских прав. Но провести нужно будет совместную атаку в один четко запланированный день. Какой конкретно, я еще не придумал. Тем более, нужно будет постараться сделать так, чтобы для него он был самым неподходящим. да и вся неделя в целом. Шо еще? Предупреждаю еще раз. Пишите мне в личку, но будьте готовы к тому, что вам нужно будет доказать, что вы именно тот, за кого себя вы даете, потому что данная информация будет публичной. А, соответственно, любой может мне написать в личку. И фиг знает, как бы это ни оказался тролль, который пришел отнять мое время. Тем самым внести сумятицу в мои ряды или же разведчик. Далее, скорее всего, понадобится экспертиза слова говностротек и подвести это слово под оскорбление. По сути, так и есть. Однако, сразу предупреждаю, экспертиза будет платной. А так как у меня зарплата целых но очень большая, то ее бесплатность я не гарантирую. Как и прочих судебных издержек. За них, как и за доверенность, возможно, придется платить. Так что еще раз подумайте. Но, повторюсь, мои услуги бесплатные. Судебные издержки это вообще другой бюджет. Однако, я хочу привлечь как можно больше народа, в том числе и для того, чтобы экспертиза была дешевле для всех. Потому что она будет в отношении употребления конкретного слова конкретным лицом. И в случае установления того самого факта, эту единственную экспертизу можно будет вклеить во все дела, а не проводить экспертизу для каждого отдельного дела. Ну и еще раз напомню, за нарушение авторских прав можно получить около 10 тысяч рублей. За каждый объект авторского права. То есть, если он использовал ваш коммент, а потом еще и иные другие, то вот за каждый коммент или картинку, видео вставку можно получить 10 тысяч рублей, плюс все судебные издержки в случае победы. но каждый объект авторского права должен быть уникальным. Например, в одном комменте должно быть слово сектант и в принципе речь идти о нем, а в другом кукуруза и речь о кукурузе. Хотя можно и о сектантах, но тут куча нюансов. Я устану их объяснять. Так вот, если он использовал один и тот же коммент в разных видео, то это по сути одно нарушение, хотя можно и поспорить. Надеюсь, найдется человек 10, которые готовы пойти до конца, то есть дойти до суда, но повторюсь, я готов вам помочь против кошака абсолютно бесплатно. Лично я готов пойти до конца. Как гласит Бусидо, это решительное, окончательное и абсолютное принятие смерти. Кстати говоря, я его читал. Книжка интересная, и поэтому я адаптировал Бусидо под свои стандарты и жизненные принципы. Надеюсь, желающих найдется много, а тем более представьте, 7 лет его работы, как бы сказал наш президент, будут замочены в сортире. Хотите получить удовольствие от возмездия? Настало это время. Да, командор может быть очень жесток, но справедлив. Я внимательно смотрел и анализировал. Хотя у меня была информация от многих лиц и доклада разведки, но все же это информация от других. Однако я сам разбирался в данном вопросе, чтобы быть точно уверенным. теперь у меня действует только одна доктрина выжженная земля, ну либо сыпуху. Иных вариантов кошаку я не оставлю. Зосим разрешите отклоняться и надеюсь на вашу поддержку. Добавил с